В парке 30-летия ВЛКСМ построят три площадки для выгула собак. Теперь у хозяев с питомцами будет специальное место, где можно, не мешая окружающим, заниматься дрессировкой или просто погулять на свежем воздухе. Кстати, сейчас существуют десятки видов дрессировки собак. Их учат охранять территорию, задерживать преступников и искать людей под завалами. Породы четвероногих помощников полицейских, военных спасателей и докторов выводят специально. Родословные некоторых насчитывают десятки поколений. О героях в ошейниках материал Светланы Еловнаровой. За каждое раскрытое преступление с ним расплачиваются игрушками. Немецкая овчарка Дезаовхов Шреддер или попросту Шрек – собака особого назначения. И как ее напарник, кинолог Максим Колесников, заступает на дежурство каждое утро. За пять лет Максим вырастил из робкого щенка, статного пса с тончайшим обонянием. Шрек может унюхать даже несколько граммов взрывчатки или наркотиков. Неважно, как хорошо, их спрячут. Вот так, бок о бок, они обнаружили десятки тайников. Приехали на адрес, там надо было обыскать квартиру. Ну вот, пустил собаку, он прошелся, указал на кресло. Потом оперативники кресло вскрыли, разобрали. Там находились наркотические вещества. Но даже служебная собака иногда превращается в игривого пса. На службе центра еще десяток четвероногих специалистов. И овчарка, и Фотис, и Итан. Если имя собаки сложное и составлено из нескольких, значит, его взяли из питомника. И первое слово или два – его название. А если кличка простая, то на свет пес появился в кинологической службе. Кстати, собаки – лучшие спасатели. Одной из них даже установили памятник в Париже. Синбернар по кличке Бари спас 40 человек, погребенных под снежными завалами. Погиб, спасая 41-го. Турист ударил Бари ножом, приняв его за волка. Спокойствие и выдержка – вот что воспитывает служебных псах. Но особенно тщательно готовит собак, которые работают с детьми. Эрдельтерьера по кличке Тина год обучали в специальной школе. Теперь она – канистерапевт и лечит особенных детей. В первую очередь собака должна быть не агрессивной. Абсолютно ни к взрослым, ни к детям. Потому что в процессе работы, вы сами видите, что детки особенные, и они могут какие-то движения резкие делать. И собака все это должна воспринимать спокойно. Вот смотрите, она в прищепках, то есть ей нормально. Делая массаж Тине, маленькая Диана развивает мелкую моторику. А когда собаки выстраиваются в тоннель, ребенок проползает под ними. Так тренируют мышцы. А это сибирский хаски по имени Грей. Всего за пару месяцев он помог ребенку с диагнозом аутизм побороть страх собак. Эти четвероногие питомцы доказали, что животные могут служить обществу или помогать неизлечимо больным детям. И взамен им ничего не надо. Лишь бы любимый хозяин был рядом. Светлана Еловнарова, Алексей Поповки и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.